Что ждёт геймеров в продолжении культового сталкера? Что общего у солдат корпорации и пчёлок? Какие тайны сериала Lost откроет игра по его мотивам? Зачем нужно гладить консоль Nintendo DS? Это и многое другое смотрите прямо сейчас в Virtuality на MTV. Всем привет, в эфире Virtuality. Полчаса обо всём самом новом, интересном и необычном из мира компьютерных и не только развлечений. На днях, копаясь в интернете, я забрёл на блог Тимоти. Не спрашивайте, что я там делал, но моё внимание привлёк один очень интересный пост. Тимоти пишет, цитирую, «В ближайшее время к выходу готовится моя компьютерная игра. Ответив на несколько вопросов, ты поможешь мне определиться, какая игра будет для тебя интересной. Всё, что тебе необходимо сделать, отправить ответы на пять вопросов. Первые четыре не очень интересные, там наш будущий компьютерный герой интересуется, какая платформа, жанр и так далее предпочтительнее для игроков. А вот пятый вопрос заслуживает отдельного рассмотрения. Какой сюжет игры был бы наиболее интересным для вас? И варианты. Первый. Файтинг. Драки в разных интерьерах с разными знаменитостями. Второй вариант. Квест. Поиск предметов у людей в различных узнаваемых местах Москвы. И решение различных задач с целью подъёма по звёздной лестнице. А в скобочках самое смешное. Аналог. Фулл Троту. Далее квест с эротическим сюжетом. Аналог Ларри. И аркадная игра на подобии Марио Бразерс. О дате выхода этого замечательного продукта пока не сообщается ничего. И это радует. А вот какие игры действительно стоит ждать? Далее выпуски новостей. Увидела свет очередная версия энциклопедической стратегии «Вторая мировая» от 1С. В 120-й раз игрок переживает высадку союзных войск в Нормандии, которую любой уважающий себя геймер и так уже знает наизусть. Правда, на этот раз мы не будем спасать рядового Райана, а будем давить американскую пехоту тяжёлыми танками. Да-да, наконец-то можно будет посмотреть на эти события с другой стороны, возглавив германскую танковую дивизию «Панцерлер». В игре также улучшены многие вещи, в том числе переделан мультиплеер. Бывалых же стратегов «Вторая мировая» Нормандия порадует новыми миссиями и редкими образцами военной техники. В феврале на столичных дорогах наступила анархия. На просторы виртуальной Москвы выехали новенькие спортивные автомобили из игры «Адреналин-2. Анархия». Это не что иное, как давно ожидаемый аддон к отечественной гоночной аркаде «Адреналин-2». На сей раз главный герой выручает свою девушку из лап-бандитов, по пути спасая столичные памятники от взрывов. Помимо свежих тачек, аддон пополнит виртуальный город новыми сверхскрасными трассами и даже настоящим авианосцем. В записи саундтрека к игре замечена группа «Би-2». Но главным счастьем станут новые виды гонок для сетевой игры. В специальном режиме «Крылья» автомобили превращаются... Автомобили превращаются... Превращаются автомобили в элегантные самолеты. Да, после такого добавить в игру что-то новое уже решительно невозможно. На днях вместе с очередной частью фильма вышла игра про Астерикса и Абеликса. На сей раз двое обаятельных галлов попадают на Олимпийские игры. Волшебное зелье для увеличения силы может и поможет двум весельчакам, но они забыли, что противостоять им будет мошенник и мерзавец Брут. Ну а сам Юлий Цезарь сделает все, чтобы знаменитые герои потерпели поражение. Игра Астерикс на Олимпийских играх создана по мотивам одноименного фильма, а потому содержит лошадиную дозу юмора и забавных ситуаций. От вас же требуется лишь доказать, что храбрые предки современных французов тоже способны побеждать на Олимпийских играх. Популярность онлайновой игры World of Warcraft продолжает расти. Буквально на днях количество ее подписчиков перевалило внушительную цифру в 10 миллионов человек. Из них 2,5 миллиона американцев, 2 миллиона европейцев, включая нас с вами, и целых 5 миллионов геймеров из Азии. Да, корейцы любят играть. Напоминаем, что на данный момент к World of Warcraft вышло уже два крупных дополнения. Появление официальной русской версии игры от самой Blizzard ожидается в этом году. Остается надеяться, что разработчики сдержат свое слово, и русский World of Warcraft выйдет без задержки. А вот обещанием игродела выпустить футуристический шутер Haze в срок, похоже, сбыться не суждено. Выход игры откладывается до 2009 года. Над чем же идет работа в студии в нашем следующем сюжете? Привет, MTV Россия! Привет, MTV Россия! Меня зовут Роб Ескомп, и я сценарист игры Haze, которую мы делаем для Ubisoft. Роб и другие сценаристы нарисовали в Haze крайне мрачную картину не столь отдаленного будущего, где у обычного человека совсем немного шансов на выживание. Государства бессильны, корпорации правят миром, а в мире то тут, то там вспыхивают кровавые бунты. Действие игры происходит в 2048 году. В это время в Южной Америке идет война, в которой члены злодейской фракции повстанцев называют себя Promise Hand. Они пытаются свергнуть правительство. На помощь властям приходит корпорация Mental Global Industries, которая послала собственную частную армию, чтобы утихомирить повстанцев. Нетрудно догадаться, что игроку придется принять в этих событиях самое непосредственное участие. Главный герой, Шейн, в детстве потерял мать и мог последовать вслед за ней, но был спасен корпорацией Mental, которая приняла его в ряды своей элитной армии. Так Шейн стал одним из винтиков этого великолепно отлаженного военного механизма. Но Mental это не только частная армия, это огромная мегакорпорация, сующая свой нос куда ни попадя. Они производят все и вся, от продуктов генной инженерии до кругов для унитаза. Кроме всего этого, и собственная армия Mental занимается разработками медикаментов. Так вот, они изготовили пищевую добавку под названием нектар. Этот самый нектар позволяет бойцам быть быстрее, выносливее, умнее, делает их более живучими. Нектар превращает заурядного солдафона в настоящую машину убийства. Цели подсвечиваются, зрение заостряется, время замедляется. Словом, мечта любого вояки. Меняется не только восприятие мира героем, но и самим игроком. Да-да, видение войны, не только этой, а войны вообще, меняется капитально. Это совершенно сносит башню. Особенно способствует сносу башни великолепная графика игры. Уникальный движок Хейз тщательно отрисовывает и буйную тропическую листву, и мрачные городские развалины. Он же отобразит все перепады восприятия нашего главного героя под действием нектара. Так что мы имеем просто бронебойный первостатейный шутер, замешанный на суровых реалик войны и будущем. И даже если тебе вся эта лирика по барабану, главное, что в основе лежит первоклассный экшен. Сколько ждать выхода этого крайне нестандартного проекта, не ясно. На данный момент из-за разногласий между издателем и разработчиком, проект заморожен. Мы же надеемся на лучшее. А теперь всем зрителям МТВ России программа Виртуалити. Мы вас любим, ребята. Хейз игра для вас, мужики. Рубитесь и наслаждайтесь. Мир всем. Далее Виртуалити. Станет ли Сталкер по-настоящему сталкерским? Кого забыл обезглавить горец в одноименной игре? Можно ли надуть мыльные пузыри при помощи приставки? Скоро исполняется год со дня выхода самой ожидаемой игры на всем российском рынке. Возможно, самой ожидаемой она стала благодаря своему рекордному сроку разработки. Целых шесть лет фанаты следили за Сталкером. Да, не все обещания были реализованы, идеи не раз менялись. Но посиделки у костра с завыванием собак-мутантов где-то вдали так полюбились игрокам, что новость о скором продолжении Сталкера вызвала бурь энтузиазма. В аддоне Сталкер Чистое Небо игроделы клятвенно обещают исправить все недочеты первой части. И так как релиз новой игры намечен уже на весну, мы связались с разработчиками и задали им те вопросы, которые больше всего беспокоят геймеров. Группа сталкеров смогла пробраться к центру зоны, к Чернобыльской атомной энергостанции, что спровоцировало повышенную аномальную активность. Мощнейшие выбросы сотрясали и корежили зону один за другим. Так зона защищала свои тайны и старалась уничтожить людей, посягнувших на них. Практически вся группа была уничтожена, но некоторые из них выжили. В чистом небе вы будете играть за наемника, случайно попавшего под один из этих выбросов. По сюжету зона в новой игре, а дело происходит примерно за год до событий первой игры, более аномальна. Она нестабильна, ее постоянно сотрясают мощные выбросы. Мы старались подчеркнуть это, чтобы еще больше погрузить игрока в опасный и необычный мир. В местах особой аномальной активности земля как бы разорвана. Огромные ямы, трещины, выволы земли, зависшие в воздухе глыбы. Мощнейшие выбросы изменили привычные игрокам ландшафты, перекрывая уже известные пути через локации и открывая новые. Так что доступа в некоторые локации теперь невозможен, зато можно попасть в другие. При этом территории, знакомые по первой игре, будут отличаться от оригинала как технически, так и по наполнению. Это связано с тем, что графика будет значительно улучшена и уже известные локации станут выглядеть еще лучше. За год до событий первой игры, зона была намного опаснее. Поэтому мы постарались сделать мир игры более жестким, а геймплей более сталкерским. Например, теперь в игре будут ночные и дневные монстры. Ночные выбираются из своих нор и укрытий только в темное время суток. И очень хорошо в темноте себя чувствуют. Как раз тогда, когда игрок в себе абсолютно не уверен. Их можно отпугивать светом, однако яркости фонарика недостаточно. Вы можете использовать световые шашки, они более эффективны. Но в этом случае у вас будет занята одна рука и вы сможете брать только одноручное оружие. Таким образом игроку все время будет даваться выбор, где каждый из вариантов не сулит полного спокойствия. То же касается и аномалий. Отталкиваясь от пожеланий игроков, мы делаем некоторые аномалии невидимыми. И безопасные проходы в аномальных полях можно находить только с помощью специальных детекторов. А это опять означает одноручное оружие, так как детектор все время должен быть в руке. В общем, раз назвался сталкером, то уж терпище катать нервы будем по полной программе. Достаточно сложно рассказать, как выглядит симуляция жизни. Это равнозначно попытке рассказать, как выглядит жизнь. Проще рассказать о том, как эта система, A-Life, делает мир живым. A-Life управляет каждым живым существом в зоне. Все они, люди или животные, занимаются своими делами. Например, монстры охотятся, едят, отдыхают. Но все это происходит не по заранее запрограммированным путям и действиям, а полностью, так сказать, осмысленно. То есть все живые существа думают и действуют в зависимости от своих потребностей. Если просто оглянуться, то можно увидеть, как мир вокруг вас живет. В чистом небе эта система еще более углублена, и добавлен так называемый групповой искусственный интеллект. Он отвечает за действия группировки в целом. Таким образом, у каждой группировки сталкеров, в зависимости от ее идеологии, существуют свои интересы. Отряды этой группировки действуют исходя из этих интересов. Также варьируется задание, которое игрок может получить у представителей сталкерских группировок. Конечно, не только сталкеру суждено в этом году появиться на свет. О проектах, в которые можно будет поиграть в ближайшее время, в выпуске новостей. В этом году есть все шансы стать свидетелем нового явления Горца Народа. На сей раз бессмертный чудик с клинком станет персонажем компьютерной игры. Как и в одноименном фильме, Горец Маклауд бродит по улицам современного Нью-Йорка и снимает головы со всех бессмертных, но и заодно со всех, кто под руку подвернется. Умение махать лезвием направо-налево поможет Маклауду научиться бить противников электрошоком, превращаться в живой факел или прыгать с небоскреба. Какие еще способности таит в себе фехтование, разработчики пока не уточняют. Весной увидят свет приквел к космическому симулятору Хроники Тар под названием «Стражи пограничьи». Действия игры происходят в то время, когда в космосе впервые появились Дехетте — бездумные убийцы, порожденные мраком. В качестве «Стражи» игроку предстоит защитить от них последний оплот людей. На помощь «Стражам» придут усовершенствованные корабли, оснащенные невидимостью и другими полезными прибамбасами. Получился-таки космический фоллаут. Компания Rockstar Games официально подтвердила, что четвертая часть культа у экшена GTA выйдет 29 апреля. Причем игра выйдет одновременно на PlayStation 3 и Xbox 360. Дата выхода на PC по-прежнему неизвестна, хотя, опять же, если верить слухам, компьютерную версию следует ожидать в октябре. Напоминаем, что GTA 4 расскажет историю мигранта из Восточной Европы Николая Белико. Ему предстоит порвать со своим прошлым и начать новую жизнь в Либерти-Сити. Знатоки предсказывают, что продажи GTA 4 могут обогнать даже такой феномен, как HALA 3. Далее — виртуалити. Какие тайны сериала Lost откроются в одноименной игре? Зачем нужно гладить и разговаривать с Nintendo DS? Это виртуалити «Мы вернулись». Если вы пропустили первую половину программы, то точно не узнаете, зачем певцу Тимати становиться персонажем компьютерной игры. Что ждет геймеров в продолжении Сталкера и какие твари обитают в мире Ведьмака. Однако еще не все потеряно. Нам удалось добыть последние новости об игре по мотивам сериала Lost. Добро пожаловать в первую фазу. Ваша задача — тщательно наблюдать и записывать все, что происходит. Телевизионный сериал Lost стартовал три года назад и, подобно Санта-Барбаре, плотно влился в ежедневный рацион людей. По заявлению продюсеров, только к 2010 году все тайны будут раскрыты. Ну а если вы все еще не в курсе, то по сюжету самолет, выполняющий рейс Сидней-Лос-Анджелес, терпит катастрофу. 48 пассажиров чудом избегают смерти и оказываются на затерянном в океане острове. Шансы на то, что их найдут, ничтожно малы. А это значит, чтобы выжить в условиях дикой природы, героям нужно надеяться только на себя. Герои, кстати, ребята, непростые. По счастливой случайности на острове очутились талантливый нейрохирург Джек, беглая преступница Кейт, аферист Сойер, парализованный до катастрофы и чудом начавший ходить после Джон Лок, а также рок-музыкант, иракский военный офицер и другие. Главное, что все вам там худо, да еще и остров отнюдь непростой. Рассказывать дальше смысла нет, потому что сюжетных наворотов столько, что новичку не разобраться, а постоянные зрители сериала и так в курсе. Как это часто бывает с популярными фильмами, Лост созрел до игранизации. Работа над игрой Lost the Video Game шла в Монреале в студии Ubisoft. И даже несмотря на высокий рейтинг ожидаемости, разработчики не спешили делиться информацией. С такой несправедливостью мы решили бороться, и поэтому спешим рассказать, что нам удалось узнать. Источники по понятным причинам мы не разглашаем. Вторая фаза. В этой фазе будьте внимательны, так как вы получите уникальные сведения об уже идущем психологическом эксперименте. Игра, как и фильм, стартует с момента катастрофы борта 815. А вот дальше начинаются сюрпризы. Нашего героя зовут Элиот. Он фотограф, потерявший память. Для тех, кто не понял подвоха, в сериале этого персонажа нет, хотя даже невооруженным глазом видно, что этот Элиот очень похож на Джека. Не расстраивайтесь, Джек, Кейт Лок и все-все-все в игре тоже будут, и некоторыми из них даже удастся поуправлять. Основной задачей героя станет исследование и борьба с островом, тварями, населяющими его, и взаимодействие с другими персонажами. А так как Элиот страдает амнезией, на протяжении всей игры его будут посещать образы из прошлого, или, попросту говоря, флэшбеки. «Лост за видеогейм» относится к жанру квестов от третьего лица, с обилием головоломок и загадок. В промежутках между мозговой деятельностью можно будет спокойно побегать по острову и посетить все достопримечательности, знакомые по сериалу. Помимо квестов и экшена, в игре будет присутствовать ролевая составляющая. Островитяне имеют рейтинг влиятельности. Например, для Джека важно, чтобы все обращались за медицинской помощью именно к нему. Чем больше людей будет ему доверять, тем проще Джеку сплотить народ против врагов. Игра выйдет в Европе в конце февраля. Когда она появится в России, не сообщается. Но не сильно расстраивайтесь, особенно те, кто задумал узнать концовку фильма, пройдя игру. Хитрые разработчики ограничили ее третьим сезоном сериала, сказав, что раскрывать концовку фильма нечестно. А вот интересно, честно ли мурыжить людей в шесть лет? Игра Lost the Video Game должна выйти для PC и игровых приставок нового поколения. Будет ли она доступна для портативных консолей, пока не сообщается. А между тем, людей, играющих на этих устройствах, множество. Среди них 70-летняя Барбара Хиллари, победившая в конкурсе «Самая крутая бабуля года». Она показала лучший результат в игре Brain Age для Nintendo DS. В какие игры еще стоит поиграть на этой игровой системе? Далее. Карманная игровая система Nintendo DS перевернула представление о том, как и во что можно играть. Она увлекла высокими технологиями всех-всех-всех, от школьников до пенсионеров. DS — это сокращение от Dual Screen, то есть двойной экран. Устройство это и правда использует два экрана и раскладывается на манер книжки. Один из экранов чувствителен к прикосновению специального электронного пера, которое дополняет привычное управление с помощью крестовины и кнопок. А уж микрофон, который позволяет командовать персонажами, просто выкрикивая приказания, и вовсе преображает обычную игру до неузнаваемости и стирает грань между действительностью и вымыслом. Добавим, что это единственная система, которая поинтересуется при первом запуске, какой ваш любимый цвет и когда у вас день рождения. Ну а теперь мы познакомим вас с несколькими любопытными игрушками для Nintendo DS. И начнем с Nintendogs. Мало кто из геймеров, покупавших этот картридж, думал, что приобретает не игру, а щенка, который запросто помещается в кармане и ведет себя как живой. Он откликается на свое имя, стоит лишь позвать. Он выполняет команды, его можно гладить, играть с ним. Во что? Да хотя бы в мыльные пузыри. А чтобы выдувать эти пузыри, нужно дуть прямо в консоль. Граница между действительностью и фантазией стирается мгновенно. Стоит лишь запустить картридж... Нет, не так. Стоит лишь завести электронную собачку. Научите щенка прыгать через барьер или приносить палку и порадуйтесь победе вместе с питомцем. В Nintendogs 2 он даже лизнет вас в щеку. Миром правит не только любовь, как в Nintendogs, но и разум. Чтобы мозги стали крепче, чем бицепсы у железного Арни, на помощь придет другая игра для Nintendo DS, которая вовсе и не игра. Называется она Brain Age, мозговой тренажер для самых ленивых. Надпись на упаковке утверждает, что достаточно тренироваться минуту в день. Вас ждут математические задачки и уроки рисования, а также диктанты. Сенсорный экран не различает ваши закорючки, а микрофон не понимает, что вы говорите. Ну что ж, поработайте над почерком и произношением. И не пренебрегайте советами, которые дает тренажер. Это позволит сохранить остроту ума до самых сидин. Знаете ли вы, к примеру, что подсчет движения зубной щетки во время чистки зубов помогает мозгу скорее проснуться? Ну а как чувствовать себя на Nintendo DS-игрушке, которые давно уже полюбились нам на других приставках? Чтобы ответить на этот вопрос, запустим легендарную Resident Evil Deadly Silence. Сразу скажем, обитель зла не разочарует тех, кто просто хочет вспомнить старые добрые деньки и заново пройти первую часть. Именно ее перенесли на двухэкранку. А еще это привлечет тех, кто хочет во всей полноте изведать новые возможности игровой системы. Консерваторы пускай выбирают классический режим, а мы пойдем непроторенной дорожкой. С помощью тактильного экрана распутываем головоломки, в микрофон делаем искусственное дыхание раненым товарищам и сдуваем с экрана плевки, которыми то и дело отдаривают нас зомби. И прорываемся вперед. Ведь когда основная игра кончится, открывается новый режим Master of Knife. Как понятно из названия, здесь нам придется орудовать ножом и вырезать чудовищ на время. Мало не покажется ни вам, ни чудовищам. Nintendo DS заметно проигрывает другим системам по техническим характеристикам, но геймеров это не отпугивает. Большая N и ее двухэкранка заставили по-новому взглянуть на электронные развлечения и почти стерли границу между явью и грезами. Кто знает, может, когда вы включите свою DS в следующий раз, играть будете не вы с ней, а она с вами. И напоследок еще кое-что любопытное. Не перестают удивлять нас, рядовых геймеров-разработчики. И что они только не делают, это я про игры, чтобы хоть как-то привлечь наше внимание. На этот раз чести быть увековеченным в компьютерной игре удостоился Владимир Ильич Ленин. Выйдя эта игра лет 20 назад, так ее создатели уже давно бы в Сибири снег убирали. Трейлер, который вы сейчас увидите, наглядно демонстрирует, что вождь мирового пролетариата и теперь живее всех живых. Приятного просмотра, увидимся через неделю. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в руки. И Ленин такой молодой, и юный, октябрь, и линии. И Ленин, и Сибирь, и Ленин. Сибирь, и Ленин, и Сибирь, и Ленин, и Сибирь, и Ленин.